Девушки отдыхают 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 Удар. 1-0. Выходит вперед Антон. Там на единичку все оставьте, как раньше. Попросил я, ребят, отключить звук в игре, потому что, ну, не знаю, Дмитрий Искра привык играть со звуком, он подключал наушники, а здесь звук выводится нам в трансляцию, поэтому нужно, конечно, сделать его немножко потише. Спасибо большое ребятам. Выходит вперед Антон. И, соответственно, вынужден сейчас Владимир пытаться отыграться. Ариен Робин. Смещение в центр. Будет ли прострел? Нет, до прострела дело не доходит. Навес в центр. Крайне уверенно действует в этой ситуации на вас. Но атака могла продолжиться. Перехват. Гаррет Бейл отдает направо на Данила. Бейл ускоряется по флангу. Один Бейл, но смещение уже было от центрального защитника. Переключился Владимир. На игрока. Жером Ботенг в атаку подключается. Теряя, конечно, свою позицию. Но мяч остается у игроков Мюнхенской Баварии. Ариен Робин. Навес. Неплохой. Но на месте оказывается, если я не ошибаюсь, Варан. Гаррет Бейл прокидывает мяч вперед. Нужно все равно разворачиваться. Нужно ждать подключения от своих напарников по команде. Потому что в одного, конечно, переиграть оборону Мадридского. Извините, простите, конечно, Мюнхенской Баварии не представляется возможным. Бен Атья хорошо отыгрывает. Артура Видаль. Ливандовский. Робин. Дальше наверх. Мюллер на Рибери. Желтую карточку получает кто-то из футболистов Мадридского Реала. Это Данила. Мюллер. Навидали очень быстро, очень здорово. Прям бегут вперед игроки Баварии. С желанием это делают. Есть у них пока силы. Ливандовский. Снова серия передач. Алькантара. Дальше не удается пропихнуть мяч. Еще раз напоминаю, ребят, за Реал Мадрид в этом противостоянии играет Жуков Антон. За Мюнхенскую Баварию играет Владимир Савельев. Ребята уже встречались друг с другом в 1-4 Венеров. Тогда Владимир оказался чуть сильнее 3-2 и 1-0. Гаррет Бейл. Тут с нарушением. Да, да, с нарушением действует игрок в красной форме. Лука Модридж. Рискованно немножко действует, но пас проходит Данила. Подключение крайнего защитника. Рамос. Как же высоко. Как же высоко использует своих защитников Антон. Вы посмотрите, не боится обреза, не боится контратаки. Ну, здесь довольно грамотные, как мне кажется, тактические действия демонстрирует нам с вами Антон. Он не закрывается в обороне. И шанс какой хороший. Не было офсайда. Или все-таки было. Было, было положение вне игры. Чуть поздно поднял Лайнсмен флажок. Так вот, он не закрывается в обороне. Он прекрасно понимает, что один мяч это далеко не то, что нужно. Этого может быть недостаточно для победы в этом матче. Ариен Робен. Красиво развернулся голландец. Но передача снова немножечко неточна. Бенатья. Тияго. Артура Видаль. Дальше на Алькантару. Видаль. Ливандовский. Красивые какие комбинации в исполнении Владимира. Но опять совсем чуть-чуть не хватает. Вот не хватает вот этой идеальной точности в решающем пассе. Лука Модрич в центре поля. Но нет. Мяч все-таки потерян. Снова быстрая очень комбинация. Томас Мюллер. Красиво смещается Мюллер. Слабо, слабо пробил. Очень слабо пробил Владимир. Я практически уверен, что он планировал пробить с правой ноги сильно щечкой. Но в последний момент игрок переложил мяч под левую. Однако атака продолжается. Ливандовский. Забивает гол Роберт. 1-1 становится счет. Неотразимый. Сильный удар в дальний угол. И на вас не удел. Да, ребята, я уверен. Не только себе нервы попортят. Но и нам. Карим Бензема. Немножечко несуразно действует Карим. Но мяч оставляет у себя. Очень хороший боди Фейн. Тони Кросс. Можно было пробить. Но доверного пытался Антон разыграть. Ливандовский на Робина. Уходит мяч за пределы полета. Чуть-чуть не хватает скорости голландцу. Марселу. Карим Бензема. Потеря. Как же действует цепь Карим Робин. Какой пас проходит на Томаса Мюллера. 1 на 1. Ворота пустые. Мимо. Мимо Мюллер. Да как же так он не попадает. Бог ты мой. Ведь все аккуратно сделал Владимир. Да, с левой ноги. Это его Викфут. Но все же. Все же. О боже мой. Я даже не знаю как это комментировать. Просто ужаснейшая ошибка от немца. Криштиану Роналло. Контраатаку. Восполнение Реалло. И неужели это? Нет. Нет. Это не пенальти. Это не пенальти. Все же. 1 на 1. Лука Модрич. Направо. Дальше передача идет. Гаррет Бейл. За счет ускорения Бейл. Протискивается вперед Криштиану Роналду. За счет зажатых двух курков пытался переиграть своего оппонента. Но здорово действует Владимир в обороне. Перехват от Данила. Пат в центр. Нужно, нужно играть немножко шире. Ой-ой-ой. Попыточка за счет пропуска мяча переиграть защитника. Но тоже. Тоже не конечно. Ну не знаю. Может быть немножко было легкомысленно. Ой-ой-ой. Но продолжается атака. Карим Бензима. Удар. Нойер спасает. Так вот. Я договорю свою мысль. Немножко может быть было легкомысленно от Антона рассчитывать на такую грубую ошибку от Владимира. Но все может быть. Счет по-прежнему 1-1. Тони Кросс. За пределы поля мяч выходит. Марселу. Навес в центр. Выгонит борьбу. Криштиану Роналду. Да он умеет это делать. 2-1. Криштиану забивает гол. На опережении оказывается чуть ближе к мячу, чем защитник. И неотразимо головой отправляет мяч в угол ворот. Снова Антон вперед выходит. Напоминаю, за прошлую серию игр в 1-4 Винеров ребята уже встречались. Если я ничего не пытаю, ни разу Антон не вел в счете. Ни разу. Всегда ему приходилось догонять. У него получалось это хорошо сделать. Но в конечном итоге все же Владимир вырывал победу. Напоминаю, ребята, еще раз. Это малый финал лузеров. То есть, можно сказать, это полуфинал лузеров. Победитель этого матча отправляется в финал лузеров. И будет играть против Александра Саушкина, который проиграл Дмитрию Искре. Проигравший в этом противостоянии отправляется домой. Гаррет Бэйл. 2-1 впереди Реал Мадрид. Это первая игра противостояния Б3. Ух, я чувствую. Да и не только в следующих матчах. В концовке этого матча будет очень и очень напряженно. Томас Мюллер налево. Неплохая передача. Франк Рибери смещается направо. Оставляет мяч у игроков своей команды. Несколько передач проходит. Мюллер 1 на 1 выходит. И не дотягивается до мяча. Чуть-чуть не хватает скорости Мюллеру. Здесь, конечно, очень сильно, очень сильно порешал еще и подкат от защитника. Пускай он не сыграл в ноги нападающему. Он не дотянулся до мяча. Однако, помешал игроку занять выгодную позицию. Ариен Робен. Передача на Мюллера. Мюллер. Дальше на фланг. Отдает Томас Мюллер. Франк Рибери уже устал. Но Рибери был очень близок к тому, чтобы уйти в сторону и под правую ногу под ударный мяч положить. Но не хватило. Видаль дальше. Снова Роберт Ливандовский. Пропуск мяча не проходит. Правым флангом продолжает атаковать Владимир Савельев. Хороший пас на Робина. Робин! Отлично! Но замечательно действует Данила. Очень хороший отбор. Очень четко, выверено. Все было грамотно со стороны бразильца. 20 минут до конца матча. Счет по-прежнему 2-1. С мячом Владимир Савельев, который играет за Мюнхенскую Баварию. Роберт Ливандовский. Ливандовский практически смог пропихнуть мяч вперед на своего напарника по команде. Криштиану Роналдо смещается в центр. Подключает Модрича. Модрич красиво прокидывает мяч вперед, но слишком много игроков в красной форме. С нарушением правил, правда, удалось мяч отнять. И какой удар в перекладину с 35 метров наносит Жуков Антон. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ох уж эти перекладины со штангами в этой фифе. Ох, сколько же, сколько же горелого у нас из-за этих штанг. Я думаю, вы меня понимаете, да? Марселло. Передача на Криштиану Роналдо. Криштиану мяч выцарапывает. Смещается в центр Криштиану. Очень красиво. Ой-ой-ой. Криштиану. Рядом опять со штангой. Но можно было, конечно, можно было отдать пас. Но решил все-таки оставить с мячом португальца Антон в этой ситуации. Левандовский. Эх, потеря. И у Владимира, конечно, времени остается все меньше и меньше. Но разница в счете минимальна. Все может решить. Одна контратака, одна ошибка. Алаба. В центр на Мюллера. Эх, не прошла передача. Однако какая потеря. Навас выходит. Выходит, контролирует ситуацию. Выбивает мяч наверх. Перехват от игроков мюнхенского клуба. Ламп. Центр на Мюллера. Мюллер на Левандовский. Шанс для Владимира. Мюллер. Томас. 2-2.85 минута. Томас Мюллер. Говорю же, не все еще закончено. И опять же все начинается сначала. Как я люблю эту фразу, взятую в аренду у одного из наших комментаторов. Еще начиная, наверное, с 11 или с 12 ФИФы. Может быть, даже чуть раньше. Хотя я, честно говоря, не помню, когда впервые были введены в ФИФу русские комментаторы. Но 2-2. Игроки лишь действительно подустали немного. Немного. Они очень даже много подустали, отыграв почти полное время матча. Алаба. Прокихивает мяч вперед. Франк Рибери. Зарабатывает аут, по-моему, для своей команды француз. Абсолютно верно. Ждет, ждет подключения футболиста. Переключается на своего тиммейта. Переключается на Ливандовский. Здорово, Роберт. С мячом. Назад мячик перекидывает. Снова бежит. Пытается ворваться в штрафную. И у него это получается. И как... Какой момент был в самом конце. Чуть-чуть совсем не хватило. Навас. Навас красавчик. Сыграл очень здорово. Родриес. Последняя атака. Последняя атака. Теперь уже в исполнении игроков мадридского Реала. Гаррет Бэйл. Бэйл. Удар. Ноэр спасает. Да что ж такое-то. Просто мама, неси полотенце. Что творится? Ноэр. Вот он. Свисток. Ой-ой-ой. Ну что за мальчики. Огромное, конечно, спасибо и Владимиру, и Антону за такие напряженные противостояния. Я думаю, никого из нас, из вас не оставляют матчи между этими двумя соперниками. Соответственно, без каких-то мега-мега крутых эмоций, впечатлений. Томас Мюллер. Налево прям просится передачу. Но нет, это заброс направо неожиданный. Не проходит немножко. 94-я минута. Дополнительное время пошло. Уже был один матч, в котором на 119-й минуте Владимир Савельев забил решающий гол. Я имею ввиду матч, в котором все решалось, конечно, в дополнительное время. Но здесь возможно, возможно, мы с вами увидим более ранний гол. Все к этому идет. Ариен Робен, эх, читает, читает защитник Мадридского Реала своего визави. Тони Кросс. Устал, конечно, немец. И Бензема устал. Все уже бессилны. Какой пас проходит на Криштиану Роналду. И залетает таки мяч в ворота. Это было очень красиво. Это было здорово. Силы игроков практически не осталось. Но пас был просто шедевральный. Просто идеально выверенный. 3-2. Снова впереди Антон Жуков, играющий за Мадридский Реал. Напоминаю, это полуфинал Лузеров. Артура Видал. И офсайт. Офсайт положение вне игры. Только я уж хотел сказать, что счет мгновенно становится ничейным. Но я бы, конечно, забежал вперед, если бы я это сделал. 101-я минута берет свое начало. С игроком, извините, с мячом. Футболисты Мадридского клуба, конечно же. Мяч не уходит за пределы поля. Ариен Робин. Красиво. Быстро. Четко. Ливандовский на грани офсайда стоял. Немножечко заснул Роберт. 104-я минута. Времени, конечно, все меньше и меньше остается. Но опять один гол разница. Вы помните, какой замечательный камбэк уже в этом матче совершил Владимир Савельев, отыгравшись под самый занавес встречи. Удалось ему перевести игру в овертайм. Ой, какая ошибка. Модридж. 4-2. Лука Модридж. Владимир, конечно, расстроился уже. Эмоции не слетают с его губ. Соответственно, не так много эмоций на лице. Но, да время еще есть. Два мяча удалось забить за 15 минут Антону. Соответственно, что? Что может помешать Владимиру сделать то же самое? Ну, разве что уверены действия Антона в обороне. 4-2 Антон впереди. Начинается второй тайм дополнительного времени. И с мячом игроки мадридского Реала. Какой пас проходит на Хриштиану и... Опасный удар. Модридж. Выдохся уже, конечно, Лука. Видим у него отдышку. Гаррет Бейл. Домашняя заготовка от Антона. Мяч пролетает рядом со штангой. Но Антону торопиться сейчас совершенно никуда не надо. Время играет на него. Данила. Направо на Бейла. Вот он перехват, который очень многое может решить в этом матче. Времени очень мало. Роберт Ливандовский. Сил нет. Ускорение уже не работает. Просто не работает. Хоть выламываю эту кнопку из джойстика и не использую ее. Потому что она лишь мешает Бенатьяна Рибери. Потеря. Да, времени практически не остается. Аккуратно играет Антон. У Бейла немножечко сил осталось. Он может себе позволить ускорить этого флангового игрока. Немножко время потянуть за счет этого. Модрич. Как же здорово. Цепка в подкате. Артур Видаль в центр на Тиаго. Тони Кросс. Карим Бензема. Считанные мгновения до конца остаются. Красиво было. Здорово. Примерно таким. Такой распасовочкой мяч был забит. В начале дополнительного времени Антонова. Криштиану Роналду. И пятый гол залетает. Тут уж все, конечно, предельно ясно. Поздравляем Антона с победой. Но это всего лишь первый матч серии Бест оф Три. Полуфинала Лузеров. Ждем начало второй игры. Возможно, что-то еще увидим мы в этом матче. Какую-нибудь красивую комбинацию. Удар поворотом. Но окончательного итога это не изменит. Да, вот он. Свисток. 1-0 в серии матчей БО-3. Впервые за сегодня в этом противостоянии выходит Жуков Антон. Тут же, тут же ребята решают переиграть на том же стадионе. Теми же командами, теми же расстановками. Но все начинается с начала сейчас. Счет ничейный. Ариен Робин. Передачу дает на Ливандовский. Ливандовский. Ух ты! Какой же напор у этого поляка. Он не останавливается ни перед какими преградами. Даже после потери мяча. Тут, конечно, Владимир сейчас понимает, что нужно давить. Нужно. Нужно вот сбивать вот этот вот напор, под которым он находился. Точнее, вот это давление, под которым он находился весь первый матч. И не забивает, не забивает великолепную ситуацию. Но голкипер сыграл здорово. Успел сблизиться с нападающим. Сократил угол обстрела и отвел опасность от ворот. Быстрый комбинационный футбол от обоих соперников. Несмотря на то, что ребята уже много игр за сегодня сыграли. Ой, какая ошибка от защитников. Но не ожидал этого, конечно. Совершенно не ожидал этого Антон. Так бы можно было бы просто пройти вперед и ворваться в штрафную. Тягу Алькантара. Роберт Ливандовский. На Тиаго передача. Не проходит передача на Тиаго. И там Сережа Рамос на месте. Однако какая ошибка. Алькантара с мячом. Пас проходит. Нет, не проходит. Как это делает Рамос? Бог ты мой. Испанец творит чудеса. Контратака. В исполнении игроков мадридского клуба. Тоже ни к чему не приводит. И снова серия взаимных ошибок в центре поля. Данила дальше на Кросса. Кросс прокидывает вперед. Здесь Нойер. Нойер первым на мяче оказывается. Робин. Потеря. И снова потеря. Своеобразный пинг-понг. Ты мне, я тебе устраивает, ребята. Хамес Родригес спас на Криштиану Роналду. Дальше на Карима Бензема. Три в два. Карим. Прострел. Криштиану через себя. Ничего себе. Мы-то дома такое забиваем раз за год. Вот это красотуля. Просто в топчик можно сразу отправлять такой гол. Это, это словами не описать. Давайте еще раз посмотрим. Криштиану Роналду. Ух, но португалец способен, конечно, на такое. 1-0. Выходит вперед Антон Жуков. Вот это гол. Я до сих пор еще в шоке. Остаточные впечатления, эмоции, я думаю, будут не только меня, но и нас с вами преследовать на протяжении всего дня. Но очень, очень быстрый и важный гол в исполнении Владимира Савельева. 1-1. Не стушевался Владимир. Быстро организовал атаку. И очень, очень классную атаку. Очень выверенную. Снова ничья. Вот это, ребята, уровень. На такое стоит посмотреть. Я уверен, что никто из вас не... Разу не переживает на тему того, что вы сегодня, в воскресенье, выходной день, наблюдаете вместе со мной за трансляцией этих игр. Это нечто, конечно. Это такой накал страстей. Который редко, когда можно где наблюдать. Франк Рибери. Хорошо, Мюллер. Ну, это, конечно, читалось. Чуть-чуть был бы Мюллер более резким. Возможно, он бы мяч за счет ложного забаха вперед смог прокинуть. Криштиану Роналду проходит пас на Модрича. И лишь в последний момент защитник успевает поставить ногу. Тони Кросс направо на Гаррета Бейла. Не точно. По-прежнему 1-1. Франк Рибери никак здесь не догоняет француз. Владимир это прекрасно понимает. Но мяч уходит за пределы поля от игроков Мадридского клуба. Атака продолжается. Тони Кросс дальше направо на Гаррета Бейла. Криштиану Роналду снова на Бейла. Уходит мяч за пределы поля. Лука Модрич. Очередная потеря. Хороший какой перехват. И Криштиану Роналду не было нарушения. Тяжело было конечно из-под такого прессинга защитника пробить. Еще и тянулся португалец к мячу. В общем сложная ситуация. Но Криштиану как мы с вами уже сегодня могли наблюдать. Умеет вытворять чудеса. Именно этого чуда наверное и ждал в очередной раз Антон. От своего португальского нападающего. Мюллер Видаль. Отличная передача. Но офсайд. Скорее всего. Нет, нет смотрите. Дает арбитр играть. Никакого офсайда. 34 минута. 1-1 по прежнему. Рамос. Наверх. Хорошая передача. Можно дальше перевести. За счет скорее всего driven пасса. За счет нововведения этой FIFA сейчас. Пасс был исполнен. Сильный пасс. Который соответственно делается с зажатием кнопочки R1. Соответственно RB если вы играете на Xbox. На клавиатуре ребят к сожалению не знаю. Я уже очень давно не играл на ПК. Франк Рибери. Потеря какая. Но не так много игроков оказались обрезанными. Потому что только-только начали выходить из обороны. Навес. На мяче Бенатья первым оказывается. Но снова ошибка. Посмотрите. Поддавил немножко Антон своего оппонента. Тони Кросс. Угловой зарабатывал Тони Кросс. Здорово. Здорово Модрич действует. Ноэр конечно. Практически двухметровый Ноэр. С вытянутыми руками. Никаких шансов не оставляет для этого мяча. Роберт Ливандовский. Красиво. Здорово. Ой как здорово Роберт действует. Прям как самый настоящий Леон Эль Месси. Ну или Неймар. Или тот же самый Криштиану Роналду. Называйте его как хотите. Но это Ливандовский. Роберт Ливандовский. Рамос. Налево на Марселу. Марселу на Бензему. Но ничего из-за этой атаки дельного не выходит. Две минуты компенсировано. К первому тайму. Томас Мюллер. Не удается за счет ложного замаха переиграть оппонента. Криштиану Роналду. А аналогичная ситуация. Последняя атака первого тайма. Но даже на нее времени не хватило. Начинается второй тайм. Сейчас очень важно. Кто же захватит инициативу в самом начале. Кто же начнет давить своего оппонента. Криштиану Роналду. Отличный пас проходит. Гаррет Бейл дальше. И 2-1. Это очень было красиво. Это было здорово. По меньшей мере здорово. Серия коротеньких точных передач. Посмотрите. Раз пас. Два пас. Три. Но не дает. Не дают игроки нам посмотреть повторно. Мы с вами видели все и без повтора. Красиво действует Антон. Он честно. Вот честно вам признаюсь. У меня такое ощущение, что Антон разыгрался. Ему вот не хватало этого сегодня в первых играх против Владимира. Несколько часов назад ребята играли 1-4 Винеров. И там конечно Владимир доминировал. Здесь же Антон играет поувереннее. Но до конца матча еще есть время. Напоминаю. Если сейчас Антон выигрывает, то он отправляется во финал Лозеров. Где его уже ждет Александр Саушкин. Представитель Краснодара. Проигравший же в этом матче. Ну соответственно если проигрывает Владимир. Владимир отправляется домой. Если Владимир все-таки выигрывает. Будет третья решающая игра. В которой проигравший соответственно. Отправится домой. Лам. В центр передачи. Роберт Ливандовский. Попытка обмануть соперника. Немножко не получается. Бен Атья. Лаба. Смещается в центр. Не хватает сейчас защитников. И Карим Бензема. Пустые ворота. Но игрок не дотягивается до мяча. Чуть-чуть сильная передача получилась. А Лаба. 57-я минута. Эх. Здорово. Здорово конечно. Пытался сместиться в центр. Гаррет Бейл оттянулся назад. Помог. У Бейла очень неплохие показатели отбора. Бейл же насколько я помню в свое время играл на позиции защитника еще в Тоттенхэме. Франк Рибери. Тиаго Алькантара. Неплохая передача. Наверх могла бы пройти. Но не пяткой в касание. Нужно было конечно постараться мяч обработать. Постараться пасик сделать более выверенным. Но тогда бы конечно потерял Владимир. Чуть ли не самое ценное что у него есть. Это время. А время сейчас подходит. Неумолимо к концу. 29 минут основного времени до конца матча осталось. Мюллер. Ой какой пас на Роберта Ливандовски. Спасает Навас. Поаплодируем Навасу. Великолепный сейв демонстрирует голкипер Яла. Ох-ох-ох-ох. Но момент конечно был. Давайте так скажем. В этой ситуации нужно было забивать. Хриштиан Роналдо. Держит мяч. Выжидает подключения своих напарников по команде. Гаррет Бейл. Будет ли прострел? Да. Немножко не находит ногу Луки Модрича. Не хватает Хорвату скорости. Но тут уже и начинает усталость тоже сказываться. Не такие свежие ребята как в начале матча. Реал продолжает атаковать. И уже Нуэр выходит из ворот. Выручает свою команду. Кросс. Передача на Модрича. Модрич красиво на ложном замахе. Лука Модрич! Нуэр забирает мяч намертво. Как будто так и надо. Нуэр, что ты творишь? Боже мой, перестань делать это, пожалуйста. Но это скорее не к Нуэру. Это скорее и к спортс вопрос. Томас Мюллер. Наверх передача пройдет. Нет, на Ливандовский пас. Роберт Ливандовский снова тащит на вас. В лучших традициях Мануэля Нойра. Ариен Робен. Домашняя заготовочка. Бен Атья назад на Артура Видаля. Снова Бен Атья на ложном замахе. Защитник действует. Под удар Видалю не проходит. Не проходит пас. Гаррет Бейл. Перевод наверх на Карима Бензема. Нуэр первый на мяче. Тут без шансов. Бензема пытался в подкате как-то до мяча дотянуться. Но это было совершенно без зуба с его стороны. Перехват. Данила в центр. Криштиану Роналду. И спасает Мануэль Нуэр. Тони Кросс. Перевод мяча в центр. Криштиану. Ложный замах. Читался Криштиану. Очень сильный удар. По центру мяч прям влетел. Но когда игрок такого уровня бьет поворотом. Галкиперы практически никогда не ловят. Всегда решают отбить мяч. Перевести мяч. Перевести в игру на угловой. Однако атака продолжается. Бензема еще один угловой. Пауза берет Владимир. Понимает, что надо что-то менять. До конца матча остается 11 минут игрового времени. И соперник давит. Моменты у Владимира были. Он ставит 4-2-4. Схема практически без центра поля. Но 4 нападающих. Причем я думаю и Мюллер, и Ливандовский, и Косты, и Робин. Могут на острее себя проявить. Причем сделать это очень и очень достойно. Ну что ж, понаблюдаем за концовкой. Тони Кросс на ближнего. Лука Модрич. Ложный замах. На вес. Нет, нет на весу. Модрич прорывается в штрафной прострел. Сильный. Мяч у Хамеса Родригеса с правой ноги. За него, конечно, лучше не бить. Он левша. Тем более, там мяч не удалось подработать. Но мяч по-прежнему игроков Мадридского Реала. Время, Татьянец. И Криштиану Роналду в ближний угол. Но даже не залетает от Криштиана в ворота. Мяч. Потому что это Мануэль. Который раз демонстрирует свои умения этот немецкий голкипер. Тони Кросс на Модрича. Модрич. Ложный замах. Очередной. 84-я минута. Вот так потихоньку, потихоньку. А времени практически нет. Лука Модрич. Забивает третий гол. И, наверное, все уже будет решено. Но нет, не получилось. Ни пас отдать, ни поворотом пробить. Ариен Робен. Одна из последних атак, скорее всего. Получится ли быстро разыграть мяч? Нет, не получается. Сейчас оттянутся назад игроки Мадридского Реала. Гетце. Дальше Гетце. Хорошо. Передача обратно на немца. Центр. Красиво. Здорово. Левандовский. Очень здорово. Да. Залетает, конечно, в итоге. Гол. 88-я минута. Как он это делает? Владимир уже во втором матче подряд. Забивает гол под самый-самый занавес. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Простите мне такой комментарий. Но здесь просто невозможно это не сказать. Ох ты. Аж мурашки пробежали по телу. Честно вам признаюсь. Да, такие матчи никого не оставляют равнодушными. Просто не могут оставить никого равнодушными. Есть еще немного времени. Есть еще время. Карим Бензема. Криштиану Роналду. 90-ая минута. Криштиану Роналду. Но Нойер очередной раз отводит опасность от своих ворот. Но ненадолго. Хамес Родригес. Пат в центр. Марселло. Красиво действовал бразилец. Как самый настоящий заправский форвард. Лука Модрич проходит пас. Не проходит. Проходит. Не проходит. Вот так вот сегодня будем комментировать Данило. Без сомнения. Без сомнения. Последняя атака. Но мимо, мимо. Чуть-чуть не хватило. И второй раз подряд мы с вами становимся свидетелями дополнительного времени. Счет ничейный. 2-2. Но это логично. Передача направо. С мячом Владимир Савельев. Пас в центр на Артура Видаля. Красиво. Видаль. Эх, не отдал пас Артура. Но оставляет мяч у себя. Потеря. Потеря. Нет силы у Кросса. Вынужден отдавать пас на Криштиану Роналду. Контратака. 2-2. 2-3. Очень опасно. Но Криштиану рвется к вороту. Криштиану забивает гол. 3-2. Антон выходит снова вперед. 96-ая минута. Опять Антон впереди. В который раз. Я же говорю, Антон в этой серии смотрится очень и очень классно. Он играет здорово. Владимир, конечно, тоже демонстрирует все свои сильные стороны. Все свои положительные качества. Отыгрывается. И мяч контролирует. И пасеки хорошо отдает. Но все-таки Антон. Антон. Антон еще раз. Антон ведет сейчас в счете. Красиво. Гаррет Бейл. И залетает мяч наконец-то в ближний угол. Впервые, по-моему, за все матчи пробили такие. Через, как мы говорим, ближачок с Мануэля Нойера. 4-2. Нужно, конечно, снова. Снова идти ол-ин. Владимир, он снова позади. На этот раз два мяча проигрывает. Есть время. Но времени остается все меньше и меньше. Буквально 15 примерно минут, если я не ошибаюсь. Может быть, 20. Демонстрирует уверенность в себе, конечно. Антон Жуков подмигивает вам в камеру. Ну, нам в камеру. Такая... Ну, мне кажется, очень неплохое качество. Даже в такой напряженный момент сохранять такое дружелюбие. Ну, это здорово. Это прикольно. Карим Бензема. Снова. Снова с мячом игроки Мадридского Реала. Они ведут 4-2. И сейчас, конечно, каждая секундочка играет на них. Просто каждая секунда. Лам. Снова лам с мячом. Мяч не доходит до Томаса Мюллера. Тони Кросс. Карим Бензема. Неплохая комбинация может получиться. Сейчас Гаррет Бейл. 105-ая минута. Гаррет. Красиво. Очень красиво действует Валиец. Но так и не получилось переиграть всех защитников. Лука Модрид. Закончился. Уже вот-вот закончится. Сейчас Тайм первый дополнительного времени. Но подождите, подождите. Еще есть возможность. Карим Бензема. Но сил не хватает у Карима, конечно. Не хватает. Уже очень сильно устал. Скорее всего, именно фитнес сейчас сыграл решающую роль. Потому что в этой ситуации все грамотно действовал Антон. Он действовал в этой ситуации грамотно. Он подработал под правую ногу. Он отпустил ускорение. Он довольно сильно проживал удар. Но может быть, чуть слабее, чем нужно это было. Но слабый. Очень слабый удар получился. Однако он продолжает давить своего оппонента. Несмотря на то, что он выигрывает 4-2. Фух, ну что за матч, а? Ну матч, который без сомнения достойный. Я не побоюсь этого слова. Гранд финала. Ну такой накал страстей. Варан. Как же, как же высоко все-таки выводит своих защитников. Я уже обращал на это внимание Антона и Варана и Рамоса. И это очень-очень здорово ему помогает. Модрич, потеря. 110-я минута. Томас Мюллер. Надо, конечно, забивать сейчас Мюнхенцам. Надо, надо. Это один из последних шансов зацепиться. Но уверенно действует Антон в обороне. Передача на Криштиану Роналду. Не добегает Криштиану. Ну и не нужно, не нужно бежать никуда. Голкипер явно был ближе к мячу. Гаррет Бейл. Гаррет Бейл. Ой-ой-ой-ой-ой. Немец отыгрывается через фланг. Потеря. Дуглас Коста в центр на Томаса Мюллера. Передача не проходит. Передача на Ливандовский. Обидно, конечно, обидно сейчас Владимиру. Отличный был шанс. Там 2 в 1 был бы выход, если бы прошел этот пас. Сто пятнадцатая. Ну, может быть, минутка будет компенсирована. Шесть минут остается до конца матча. И опять с мячом игроки мадридского Реала. Тони Кросс. Потеря, потеря. Все-таки какие-то теоретические шансы остаются. Мюллер. Ай-яй-яй-яй. Томас. Надо вставать. Томас, несмотря на травму, нельзя лежать. Томас. Времени практически не остается. Дуглас Коста. Мюллер поднялся. Ливандовский. Красиво на темнокожего игрока. Товарища Комана. Честно говоря, даже не знаю, кто это. В последнее время не очень наблюдает за матчами. Баварии. И не удалось протиснуться. Не удалось. Криштиану Роналду. Наверх пас. Одна минута компенсированного. И вот-вот прозвучит финальный свисток. Да. Достойная игра. Очень достойный матч. Поблагодарим обоих соперников за просто мега эмоции. За мега впечатления. Соответственно, поздравим Антона Жукова с выходом в финал лозеров. Ну, все же, все же он был чуть сильнее в этом матче. Сейчас.